Решение проблемы безнадзорных животных по-прежнему входит в топ самых актуальных вопросов современного общества. Если в большинстве развитых стран культуры взаимодействия людей и братьев их меньших осознанно и целенаправленно формировалось многие десятилетия, то в России точкой начала серьезных перемен можно считать конец 2018 года. Тогда был принят ФЗ об ответственном обращении с животными. Впрочем, даже после вступления в силу этого документа готовность регионов к их исполнению прописанных норм, мягко говоря, разная. О трудностях процесса, гармонизации отношений между людьми и теми, кого они когда-то приручили, говорили эксперты на Всероссийском селекторном совещании под председательством депутата Госдумы Владимира Бурматова. В селекторном совещании Тверской области приняли участие депутат городской думы Дмитрий Нечаев, президент фонда Love Animals Ольга Рябова, представители общественности. Со стороны других регионов участие в онлайн-совещании приняли в том числе известные люди, зоозащитники. Знаменитая певица, актриса и телеведущая Илона Броневицкая, руководитель организации зоозащиты ННН Владимир Гройсман, а также признанные эксперты в сфере ветеринарии. Как отметил первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, на сегодняшний день регионы России демонстрируют разный уровень готовности к работе с безнадзорными животными. Ключевой момент – это создание на местах приютов для собак и кошек. На их базе должна вестись полноценная работа, включающая в себя кастрацию, вакцинацию, чипирование и учет животных. К сожалению, не все российские регионы построили у себя такие комплексы. А без этого выстроить эффективную работу по контролю за численностью бездомных собак и кошек, как показывает практика, невозможно. Тогда как сегодня в обществе все больше возрастает запрос на гуманное решение застарелой проблемы. Эта же норма поставлена во главу угла и в федеральном законе номер 498. Как заметила Илона Броневицкая, за это сегодня выступают все здоровые общественные силы. И с этим нельзя не согласиться. Мы понимаем, что в нашем обществе часть людей любит животных, часть, может быть, к тем же собакам относится настороженно. Но в любом случае, вот такое цивилизованное решение проблемы, как строительство приютов, как гуманное обращение с животными, поддерживает практически все население, все здоровые силы общества, как сегодня сказали во время селектора. По данным, которые провел депутат Государственной Думы Владимир Бурматов, сегодня почти 60% российских семей владеют теми или иными животными. Это очень высокий показатель. И сами граждане, и органы власти, а также СМИ должны делать все необходимое, чтобы иметь животных было комфортно и безопасно как для них самих, так и для окружающих. А еще очень важно покончить с проблемой брошенных четвероногих. По словам парламентария, сейчас в Госдуме продолжается работа по доработке законодательства в плане ответственности нерадивых хозяев, допускающих, например, самовыгул собак или пытающихся избавиться от питомцев неприемлемыми способами. Именно для этого на нынешнем этапе необходим ряд важных шагов, как в плане законотворчества, так и в практической плоскости. Органы власти в содействии с НКО, представителями некоммерческой организации, должны сегодня обеспечить условия для того, чтобы братья наши меньшие, волею судеб, оказавшиеся на улице беспризорными, чтобы они содержались в достойных условиях, чтобы с ними проводилась определенная работа, касающаяся их вакцинирования, чипирования, учета, ну и дальнейшего пристройства решения их судьбы самым позитивным образом. По инициативе депутата Тверской городской думы Дмитрия Нечаева в областном центре был построен первый государственный приют для собак. Но пока объект только начинают вводить в эксплуатацию. Он будет работать под управлением НКО. В настоящее время благотворительному фонду Love Animals выделено имущество приюта сроком на три года и передана земля на такой же срок в безвозмездное пользование. Также были выделены денежные средства на содержание определенного количества животных. Но тех сумм, которые на сегодняшний день выделены, катастрофически не хватает. Так как с начала нынешнего года произошел резкий рост цен почти на все ветпрепараты, корма и услуги. Но бюджет верстался в прошлом году и все рассчитывалось по нижней границе нормы. Соответственно, теперь запланированных денежных средств не хватает, чтобы в полном объеме начать деятельность и работать по программе ОСВВ. Отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск неагрессивных животных. Конечно, безусловно, мы будем с чего-то начинать. Мы не стоим на месте. У нас уже ведется такое планирование и вольеров, и территорий. Мы благоустраиваем очень много технических внутренних недоработок, которые мы планируем устранить. И я думаю, что в ближайшее время приют все-таки зафункционирует. Уже осенью нынешнего года состоится общероссийский форум, в котором примут участие представители разных ветвей власти, ветеринарные службы, общественные организации. На нем будут подводиться итоги деятельности субъектов России по организации работы с безнадзорными животными. Хочется надеяться, что Тверская область не окажется в числе аутсайдеров. Время на подготовку и полноценный запуск приюта в больших перемерках еще есть. Но поторопиться, однако, стоит. Тем более, что 2023 год объявлен годом заботы о животных. Продолжение следует...